Всем добрый день! Сегодня я хотела бы поговорить о том, как правильно ухаживать за кожей после 50 лет. Я не буду сейчас, конечно же, агитировать за омоложение на 10-15 лет, за какие-то инъекционные процедуры, или лазерные, или пластическую хирургию. В то же время я не отношусь к сторонникам умыться родниковой водичкой и помазаться яичком. Поэтому я хочу рассмотреть алгоритм ухода за любым типом кожи, возрастной, зрелой кожи. Зачастую уже в этом возрасте у женщин наступает менопауза, есть свои какие-то нюансы в состоянии кожи. И цель основная как раз добиться ухоженности кожи, потому что нам не всем нужно выглядеть на 15 лет моложе, но в любом возрасте хочется выглядеть достойно и ухоженно. И ухоженной выглядит кожа, которая не тусклая, которая имеет хороший свежий цвет лица, которая достаточно увлажнена, которая не имеет каких-то, может быть, проблем неравномерного пигмента, каких-то воспалительных явлений. И тогда, естественно, эта кожа выглядит нормальным. И, собственно, чтобы этого добиться, если нет каких-то внутренних патологий, проблем, которые решаются уже с помощью клинических протоколов во врачебных кабинетах, чтобы кожа выглядела ухоженной, достаточно соблюдать простые правила. То есть первое – это основа основ, то есть мягкое очищение. То есть не нужно стараться кожу часто отшелушивать, очищать какими-то агрессивными средствами. Не нужно забывать про то, что после того, как мы воспользуемся любым очищающим средством, даже самим мягким и водопроводной водой, нам нужно использовать обязательно тоник, чтобы восстановить ПАЖ и ускорить восстановление барьерной функции нашего эпидермиса. В данном случае, например, если брать за основу гельтековские средства, оптимальным вариантом, конечно, для возрастной кожи будет лосьон-концентрат Нео в качестве тоника. Хотя это активный препарат, на самом деле, который применяется в профессиональной косметологии, но учитывая то, что он имеет текстуру жидкого такого средства и упакованного в флакончик, его спокойно можно использовать в качестве тоника, нанести на ватный диск и после умывания протереть кожу. Он содержит липосомальный дегидрокверцитин в количестве 10%, содержит сосудокрепляющие компоненты, и мне самой он очень нравится, на самом деле, так как я уже отношусь к этой возрастной группе 45+, и, в общем, рекомендую его с чистой совестью использовать в качестве тоника для зрелой кожи. Ну, а также вы можете любые другие использовать тоники, главное, чтобы они не содержали поверхностно-активных веществ, то есть очищающих, и не заменяли собой очищающие средства, а были именно тоником, то есть средством для завершения очищения. Дальше в зрелом возрасте, как правило, просто кремом обойтись сложно, если мы хотим кожу поддерживать в хорошем состоянии, поэтому нам понадобятся активные сыворотки. И, в первую очередь, я бы сделала акцент на ультра- и низкомолекулярных формах гиалуроновой кислоты, на каких-то сосудоукрепляющих компонентах и антиоксидантах, которые будут препятствовать возникновению пигментации, к которой так склонна, в общем-то, зрелая кожа, склонна более, чем молодая. Поэтому здесь как раз нужно искать в составе именно вот эти маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты, как в нашей сыворотке, например, 3D-увлажнение или интенсив-омоложение. Надо искать антиоксиданты, витамины А, С, Е, экстракты, планктон, зеленый чай, ресвератрол, может, какие-то небольшие концентрации фируловой кислоты. То есть вот это вот всё надо искать в составе. И таким образом мы будем поддерживать, препятствовать фотостарению, которое как раз главную роль выполняет вообще в возникновении признаков старения на нашем лице. Следующая, конечно, фаза днём, что мы наносим после сыворотки, мы наносим всегда какой-нибудь крем. И в дневное время чаще всего он должен содержать солнцезащитные факторы. То есть ультрафиолетовые фильтры. И здесь мы ориентируемся, как я уже во многих видео повторяла сто раз, на индекс инсоляции, то есть на ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды. И в зависимости от него выбираем степень защиты от солнца. После того, как днём мы использовали какое-то средство, питающее, увлажняющее, ещё и солнцезащитным фактором, мы вечером должны прийти домой и его хорошенечко смыть. Чем плотнее у нас средство на коже, тем лучше мы должны кожу вечером очищать. И здесь как раз важна не агрессивность очищающих компонентов в средстве для умывания, а именно то, что, например, плотную жировую текстуру мы растворяем жировыми компонентами. То есть используем гидрофильное масло или молочко для первого этапа умывания. А потом уже используем мусс или гель для того, чтобы дочистить кожу. И завершаем очищение обязательно тоником. Что должно быть вообще в активном уходе для зрелой кожи? Это отбеливающие компоненты. То есть, например, если взять гельтек, то это Brightening Skin, самое такое, можно сказать, мощное средство из нашей линейки для осветления кожи. Это средство, которое стимулирует обновление кожи. То есть это регулярное, допустим, использование энзимных пилингов или мягких энзимно-кислотных пилингов. Это может быть в осенне-зимний период использование активного ретинола или кислот, ахокислот в регулярном уходе. Не в виде пилингов, например, а в виде сыворотки, например, как наш Альфа-Дерм. Это средство, которое содержит активные антивозрастные компоненты. То есть это, как правило, пептиды чаще всего. Хорошо. Хорошим антиэйдж-свойствами обладает такой компонент, как неоцинамид. Плюс сосудоукрепляющие компоненты, они тоже зрелой коже очень нужны, потому что зрелая кожа всё-таки больше страдает от сосудистых проблем. Купероз появляется, у некоторых даже усугубляется эта проблема. И чем у нас лучше сосуды, тем лучше у нас питается кожа на лице. И свежий цвет лица, опять-таки, нам тоже очень важен. И, собственно, в плане ухода, например, в вечернее время, то есть не всем нужен ночной крем, но он чаще всего нужен на области вокруг глаз, потому что здесь кожа более тонкая, и даже у обладательниц жирной кожи, плотной кожи, кожа вокруг глаз зачастую бывает суховатая. Поэтому если мы даже используем на ночь какие-то активные сыворотки и гели в качестве рутинного ухода, то на область вокруг глаз я рекомендую использовать более плотный какой-то или хотя бы лёгкий крем эмульсионной текстуры, или если она очень сухая, эта кожа и дряблая, то уже используем более плотные кремы для век, для области вокруг глаз, и не наносим их слишком много, потому что кожа зрелая, она в возрасте уже начинает быть дребловатой, а увлажняющие средства для этой зоны, они хорошо как бы притягивают себе влагу, и можно с утра проснуться с отёкшими глазами. Это не очень приятно, поэтому желательно, конечно, не использовать интенсивные увлажняющие средства, в большом количестве наносить их на зону вокруг глаз. И надо смотреть, конечно, за своим состоянием, как кожа реагирует, потому что не все вообще любят на ночь использовать средства для век, потому что с утра может быть отёчность, тогда лучше их использовать, наоборот, в утреннее время. И, соответственно, такими простыми способами мы будем поддерживать кожу в хорошем ухоженном состоянии. А если уже там нужен какой-то специфический уход или какие-то манипуляции, которые делают уже профессионалы в кабинете косметолога, то эти все процедуры, конечно же, должен подбирать специалист по показаниям и с учётом противопоказаний, что тоже очень важно. Поэтому, собственно, на этом я, наверное, это короткое видео хотела бы закончить. Если у вас будут ещё вопросы, мы можем подробнее обсудить эту тему в комментариях. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. И подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»